Для многих из нас Новый год ассоциируется с запахом хвои в доме. Мы пришли на елочный базар, чтобы узнать у специалиста советы, благодаря которым лесная красавица простоит дома все новогодние праздники. Ассортимент елочных базаров, как и в предыдущие годы, довольно широк. Здесь представлены деревья на любой вкус и кошелек. Самый бюджетный вариант – российская ель. Чуть дороже – сосна. Самый дорогой выбор – датская ель. У каждого дерева есть своя особенность. У нас другой сорт дерева. Там веточки другие, пушистые, иголки более длинные. Если все могут вспомнить, мамы, папы наши ставили в основном сосну. Ель немного отличается, иголочки маленькие, дерево тоже совершенно другое. От нее запах резкий, хороший. Датские – это просто уже такие большие, красивые деревья с мягкими иголочками. Все хвойные деревья были выращены в специальных питомниках и вырублены за две недели до продажи. А чтобы зеленая красавица простояла в помещении подольше, ее необходимо поставить в ведро с влажным песком или водой. Главное – установить дерево подальше от отопления. В зависимости от того, какую же ель ставят. Сосну обычно в песок ставят, ель обычно в воду ставят. В принципе, ничего хитрого нет. Сегодня некоторые искусственные ели практически не отличить от настоящих. Но почему же многие люди все же предпочитают ставить дома живое дерево? Все-таки она запашок немножко дает, так что живая ель, она есть живая. Искусственная, ну, не очень нравится. Нам кажется, что если настоящая елка, то более какое-то… Праздничное. Да, праздничное строение будет. Ну и дома будет пахнуть Новым годом. Стоит отметить, что в последние годы все новогодние деревья после праздников отправляются на переработку. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова